Гражданские активисты Казахстана настоятельно просят не мешать им митинговать. Законное право на свободу мирных собраний представители НПО пытаются добиться переговорным путем. Несмотря на конституцию, казахстанская власть упорно считает, что митинги направлены на подрыв общественного согласия. Все, кто подает заявки на митинг, организует на митинг, их чуть ли не врагами народа называют. И таким образом пугает все население. Сегодня, когда тебя встречают и говорят, а, это вы, которые постоянно митингуете, то есть вы что-то делаете неправильное. Кроме права на мирные собрания, в Казахстане не соблюдаются и другие конституционные права, говорят эксперты. Но чаще всего сами казахстанцы толком не знают, на что они имеют право. Этим незнанием умело пользуются чиновники. Опрос, который провела в столице политолог Айзат Имакова, показал следующее. Молодежь Казахстана на сегодняшний день главным выводом должно быть обсуждение, что не видит и не знает другой пути занятия государственной или выборной должности, или участия в управлении делами государства, кроме того, как прибегнут к родственной и клановой связи. По словам Ангельды Шурманбаева, эксперта общественного фонда «Международная правовая инициатива», в Казахстане крайне мало НПО, которые бы ставили острые вопросы. По его мнению, гражданское общество должно активизироваться. В этом году при Министерстве иностранных дел Казахстана создали консультативно-совещательный орган «Диалоговая площадка по человеческому измерению». К диалогам о правах человека пригласили и НПО. Гражданский сектор уже подготовил 68 рекомендаций, среди которых и право граждан на мирные собрания. Но, как показывает казахстанская политическая практика, государство обычно игнорирует эти рекомендации.